И всем привет, ребят, с вами Сорвак, если я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня вместе с вами мы протестируем одно очень жесткое устройство, которое я тестил уже на мегадонате, но не для основного канала. Сегодня мы скатаем на устройстве, которое увеличивает урон на рельсу. Это устройство делает из МК-8 рельсы МК-10. Это устройство называется Снаряды Дробовик. Ну и посмотрим, насколько жестко оно работает в рамках матчмейкинга на сегодняшний момент времени. Скатаем с Викинга рельсой под Кризисом. Посмотрим прям максимальный ее урон. Ну а если вам нравится игрового формата видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике установить его личный, так, так, темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну а мы вместе с вами пикаем в... хотелось TDM-очку, наверное. Вот именно рельса под TDM, под вкуснятину. Вот под такой вот лучший, как по мне, режимчик для реализации пушки на киллы. Если, конечно, сейчас долго пикать не будет, то, наверное, пикнем, как всегда, быстрый боёчек, а там уже что будет, то будет. Но хотелось бы мне реализовать эту рельсу именно в TDM-ке, при том, что я на Викинге. При том, что это дробевичок, который увеличивает урон. Ну и посмотрим, куда нас закинет по итогу. Вот, шикарнее всего, если бы это была бы какая-нибудь средняя карта, но нас кидает на Парму. Парма, ну, наверное, в теории является неплохой картой, но тут у нас целых 7 резистов от рельсы. 7 резов от рельсы и посмотрим, что у нас из этого всего получится. 4,5 тысячи залетают у нас с первой рельсы по противнику. Рельса, к слову, перезаряжается это довольно-таки быстро. И вне зависимости от расстояния, работает супер-супер хорошо. Ну и попробуем выиграть эту катку и сделать как можно больше киллов. Пока что у нас начало, ну, не сказать, что супер-хорошее. Да, пока что у нас тут не так жестко залетает. Залетает противник открывается, но тычка какая-то такая не очень вкусная она залетает. Нет, кстати, 600 урона, походу. А, нет, оно же на расстоянии у нас урон намного меньше. Все, нам же сближаться надо, точно. Все, вспомнил, вспомнил. Нам надо сближаться с противником, чтобы у нас урон хороший залетал. Поэтому будем сейчас въезжать. Я уже перепутал все устройства. Дробовик это то устройство, которое наоборот на маленькой дистанции же работает. Оно же даже от названия изначально понятно, что дробовик. Значит, надо ехать в упорчик, чтобы урончик залетал вкусненький. 4,5 просто даем стыки. Сближаемся с противником. Полторушечка залетает у нас. Такая вкусненькая 3,5 еще на добавкинсе. Но рикошет меня здесь взбадривает. Так, было бы неплохо поменять, наверное, резист. Там 4 магнума. 4 магнума. Скорпион, гаусс и рикошет. Скорпион, гаусс и рикошет. Но у меня броник. Поэтому магнум. Что мы можем взять? Магнум, гром и, наверное, гаусс. От скорпа брать резист не будем. У меня, кстати, появляется оуди. Можно попробовать эту оудишку, недолго думая реализовать. Так, ну и идем менять резист. Что там у меня по резу стоит? Магнума нету. Скорпион есть. Берем от магнума и от гаусса. Гаусс у меня, кстати, резист был. Так, ну и теперь будем пробовать уже въезжалову делать. 8 киллов у нас уже со старту здесь имеется. Хороший креточек залетает у нас. Здесь по бойцу. Пробуем закинуть им гранатку на ход ноги. Вкусненькую. Ух ты, ничего себе тут мин. Ничего себе тут миночек, ребятки, наставили. Так, и по катке мы начинаем, кстати, выигрывать. Хорошо. Это хорошо, что начинаем выигрывать. Хотя рез хочет прожать овер на наших респах, поэтому быстро его пытаемся здесь забрать. Отличная еще выстрелка залетает у нас по вражеской Тесле. Так, ну и, кстати, вот этот противный гром тоже мне довольно много урона наносит. 3-400. Просто ваншот. Если чел играет без реза от рельсы, то в средней дистанции и в маленькой дистанции ему залетает ваншот с этой рельсы. Офигеть. Даже если он под ДАшкой. Это очень сильно. Это прям мега круто. 16 киллов у нас уже имеется. 9 минут до конца. Стараемся выиграть эту катку досрочно. Ну и будем пробовать сейчас забирать оверку. Падает у нас дроповый овер на центре. У меня свой овердрайв имеется, поэтому пробуем вжаться. Пробуем законтролить оверку. У нас есть еще одна оверка на центре. Пробуем сделать продленочку. Продленочку халявных овердрайвов. Ну и не сказать, что я, конечно, что-то жесткое реализовал, но парочку киллов я выдал. Плюс контроль овердрайва и неотдача овердрайва противнику. В принципе, наверное, неплохо. Хорошую тычку даем на маленькой дистанции. Добавляем здесь еще по аресу. И добавляем еще раз по аресу. Даже при том, что у нас забирает он здесь аптечку. Мы его все равно довольно неплохо выбиваем. Гранатка шикарнейшая под противничков. Ух, залетает! Так, пробуем наносить теперь по рельсе урон. Пробуем добавлять еще. Это он мне, наверное, в чате пишет, да? Немножечко боец разозлился, что я у него оудишки украл все. Так, вжимаем овердрайв. Пробуем реализовать нашу оудишечку. Два кила есть. Ну, как будто бы не так много. Но все равно неплохо. Так, пробуем слить еще бойцов. Самое жесткое отличие этой рельсы от крупнокалиберки, это перезарядка. Эта рельса перезаряжается как дефолтная рельса. И разжег у нее быстрый. И сам выстрел у нее с перезарядки работает значительно быстрее. Поэтому здесь есть и вот это вот дополнительное преимущество. 28 киллов у нас уже имеется. И это по ощущениям не предел. Это по ощущениям не предел. Поэтому пробуем еще добавлять. Забирает у нас, к сожалению, овердрайв на центре. Хотелось мне его здесь подконтролить. 29-ка есть. Как будто до 50 киллов я могу здесь в рамках такого боя дотянуть. Здесь бы, кстати, вообще шикарно арес бы смотрелся. А арес бы здесь под респы, под оуди бы работал великолепно. Так, по аресику птичку неплохую даем. Добавочку на 2700 добавляем. По викингу 3400 просто залетает. Дашний викинг 3400 в голову. Так, прожимаем овердрайв. Пробуем просто даже на... Ух ты! 7000 урона с крита! 7000 урона с крита наносит эта рельса. Очень жестко. Надеялся я на крит на таком большом расстоянии. Конечно же. Но крит, к сожалению, не залетает. Здесь кризис против нас. Пытается раскрутиться. Но и у него... Получается меня уничтожить. И вот как же жалко, что я не взял все-таки резист от рельсы. Да, и к слову, эту рельсу еще и даже немножечко поднерфили. Ее даже немножечко поднерфили. Но я бы сказал, что она даже с нерфом работает прям очень круто. Даже с нерфом работает очень круто эта рельса. Пока что по урону выглядит очень достойно. Гранатка, к сожалению, улетает в киллзону. Хантер вжимает в меня все-таки Оуди. Ну и будет сейчас меня здесь минкой, да? Нет, минки у него нету. Ну и добавочку еще в виде тыщенки я ему даю. 34 килла у нас есть. Пробуем дотянуться до 50. Кстати, по ГСК у нас команда не такая сильная. Но по киллам работочка происходит хорошая. По киллам работочка происходит хорошая. Это, как говорится, не может не радовать. Так, Викинга Гром пытается по мне тут теперь раскрутиться. Отличные 2000 урона ему в голову залетают. Ну и поймаем, попробуем еще на тайминге. Нет, на тайминге он не ловится. На тайминге не ловится. Пытается, кстати, только меня чисто слить. Хотя у него в ласпе клуб пори пушит. А он пытается по мне акцентировать. Внимание, еще одна шикарнейшая рельса с критом залетает на 4500 урона. Добавочка по 3400 залетает. И Викинга Гром жарски вжимает Оуди. Что у него вообще? А, у него Гром на дальность. С Громом на дальность. Хотел меня со средней дистанции, даже с маленькой дистанции слить. С Громом своим на дальность. Серьезно? Так, ладно, вжимаем обе очки Овердрайв. Выжимаем Овердрайв. Но Твинста у нас с пульсаром. И дистанция у нас довольно-таки большая. Поэтому здесь у нас не все так круто залетает. Так, Гаусс выжимается. Меня сразу рубит. Очень много сейчас викингов противоположной команды прожимает свой Овердрайв. И, кстати, 13 килов отрыва у нас всего лишь остается. Пытаются камбэкать противник эту каточку. Но мы не сдаемся. Мы пытаемся сближаться. И пытаемся наносить как можно больше урона. При том, что здесь есть устные васпики. По которым надо акцентированно и на постоянной основе наносить урон. Так, Шарелла. Шарелла под контроль Оверки. От бойца против. Но, блин, хотел сказать, но я у него ее отжимаю. Но, к сожалению, нет. Не отжимаю. 43 на 15. Шикарнейший счет. Ласпик, наверное, сейчас поставит бомбу под меня. Нет, не ставит. Ставит ее шире. Аптечку все равно придется прожимать. Успеваю слить Ореса до прожатия его Овердрайва. Супер. Сливаем еще Викинга. Киллы, конечно, залетают великолепно. Еще добавочка. 93% Овердрайва. Нужно попробовать быстро добить Оудишку и вжаться. Так, здесь по Викинга Грому неплохой шот залетает. При том, что у него я уже посмотрел Гром на дальность. Это очень и очень хорошо. Потому что он пытается меня с упора здесь сливать. Так, 4 с половой залетает. Вжимаем Овердрайв. Отличный выстрел. Пробуем дать вперед. В надежде крита. В надежде крита. Критов нету. Просто критов нету. Наш Дробовичок с расстояния, конечно, очень плохо наносит урон. А этот Гром, наоборот, с дальностью сближается со мной. Я не понимаю, что он делает. Зачем он сближается? Какой смысл от того, что он сближается, если он с Громом на дальность с упора вообще не может наносить здесь урон? Так, плюс 9 киллов. Мы идем 2 минуты до конца. 49 киллов у меня. Офигеть. Тысячу очков уже. Тысячу очков мы уже, ребятчики, выбиваем. В рамках этого боя. Шикарнейший результат. Для реализации нашей рельсы. Не успеваю здесь слить Васпика. Но 50 килл мы выбиваем. Выбиваем 50 килл с этой катки. Так, Васпика по респам. Плюс еще одного бойца. Хотя бы чуть урончика бы добавить. Так, Хантер пытается выпушить. Пушить. Но здесь есть большое количество мин от наших тиммейтов. Которые должны работать. У Хантера есть овер. Но его все равно здесь рубят. 5 киллов отрыва, ребятчики, у нас остается. Гаус сбивает жестко мне прицел. Вражеских 2 Васпика пушат под нас. Ну и нужно забирать их. Нужно забирать их. Если бы я еще косым бы не был, бы вообще было великолепно. 2 килла отрыва. 2 килла отрыва. Супер подконцовочка. Супер подконцовочка у нас. По Хантеру даем тысяченку всего лишь. Да, здесь сближаться, конечно, на парме. Но не сказать, что просто. Особенно, когда противник у нас довольно-таки жестко наваливает. Две бомбы от наших тиммейтов залетают. Плюс 2 килла. 4 килла у нас до конца остается. Ну и надо сливать Хантера на респах. Еще 2 киллочка Васпика. Ой, Викинга здесь могу забрать. И это ластовый килл в копилочку залетает. И мы этот бой заканчиваем со счетом 52 на 19. Шикарнейшая реализация рельсы с дробовиком. Ну и в целом я бы, наверное, сказал, что по уровню эта рельса, ну, наверное, плюс-минус так же может работать, как крупнокалиберка. Да, но плюс этой рельсы на маленьких картах. Да, то есть если вы будете играть на маленькой карте, то эта рельса точно покажет лучший результат, чем крупнокалиберка. А так, на таких картах, как Парма, я думаю, что что крупнокалиберка, что дробовик будет показывать плюс-минус одинаковые результаты. Но все равно прикольная рельса, которая может показывать хороший результат. Пишите, что вы думаете по поводу этой рельсы. Обязательно поддержьте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.